Актуальные вопросы исламоведения и исламского образования стали темой седьмого международного форума «Ислам в мультикультурном мире». 10 ноября на базе Казанского федерального университета состоялось пленарное заседание. Казань исторически являлась местом пересечения Востока и Запада, всегда играла определяющую роль в азиатском векторе внешнекультурной политики российского государства. Достаточно вспомнить, что значительная часть имамов, проповедующих в регионах Средней Азии и Сибири, получала свое религиозное образование именно в Казанском медресе. Форум «Ислам в мультикультурном мире» проводится для объединения научных сил специалистов, занимающихся исламской проблематикой. Мы давно вышли из узких рамок научных конференций. Здесь принимаются вопросы и стратегического плана, здесь обсуждаются и прогнозы, делается анализ и мониторинг целого ряда направлений современной религиозной жизни. Поэтому за этим столом ученые, за этим столом специалисты органов власти и управления, здесь специалисты не только академические, но и вузовские. Принять участие в форуме собрались ведущие зарубежные и отечественные ученые-сламоведы, представители органов власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Мусульманского сообщества России, Татарстана, российских исламских вузов и медресе. Мы должны концентрироваться на те принципы, которые нас сближают, и те моральные нормы, которые помогают нам лучше понимать друг друга. И, конечно же, это основная цель конференции, которая приведет нас к будущему к взаимопониманию и мирному существованию. В течение года проходил мониторинг ситуации в традиционно исландских регионах России, направленное на выявление тенденций распространения экстремистских и радикалистских настроений. Было выявлено, что ситуация постепенно стабилизируется, но это не означает, что проблема решена окончательно. Если мусульмане своим личным примером, своей нравственностью явят то, что они люди знания и образования, высокой культуры и цивилизации, то они смогут сделать то, что сделали наши предки в третьем столетии распространения ислама. Когда многочисленные народы принимали ислам, будучи покоренными не силой оружия, а благодаря распространению таких высоконравственных, этических, моральных сторон, которые представляли мусульмане к тому времени. Очень важно с точки зрения самой науки развитие сломовения, потому что за годы советской власти, к сожалению, мы многие свои сломоведческие традиции утеряли, их надо возрождать. Очень важно с точки зрения изучения современных процессов. Это для экспертного сообщества. Сегодня мы должны правильно строить и профессиональную политику по отношению к мусульманам. Это важно с точки зрения самих мусульман, они должны знать, что происходит сегодня внутри самой умы. В 2017 году исполнилось 210 лет Казанскому академическому востоковедению, традиции которой были созданы более 200 лет назад, сохраняются и по сей день. Казанское академическое востоковедение по-прежнему процветает, развивается. Нам скоро исполнится 213 лет. Практически после создания сразу Казанского университета знаменитый был создан в последствии восточный разряд, сыгравший ключевую, конечно, роль не только в развитии отечественной ориенталистики, но и в вопросах сближения и взаимопонимания носителей различных культурных традиций, а также осмысления их религиозно-философского наследия. В рамках формы будет положено начало знаковой инициативе востоковедов Казанского университета проведения Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку. Сокровище, которое вы ищете – арабский язык, который пройдет с 1 по 2 декабря. Диана Шилова, Владислав Мехневский, Универньюз.